Всем привет-привет, ребята! Меня зовут Женя Гейн, и в сегодняшнем видео я покажу вам Сингапур. Аэропорт, конечно, в Сингапуре достоин восхищения. Это один из самых красивых и удобных аэропортов мира по оценке пассажиров и оценке экспертов. 300 терминалов бесплатного доступа в интернет, кинотеатр, бассейн на крыше, тренажерный зал, живая музыка в барах, кафе, впечатляющие сады и оранжереи, орхидеи, сад подсолнуха, бамбуков и кактусов. А также для пассажиров, которые пролетают транзитом через Сингапур, предоставляют экскурсии бесплатные по Сингапуру продолжительностью в 2 часа. Хочу рассказать вам про проездные в Сингапуре. Если вы находитесь в Сингапуре больше 5-6 дней, тогда, конечно же, вам выгоднее купить проездной. Она распространяется на автобусы и на все виды метро. Также можно снять оставшиеся деньги в аэропорте, которые остались на вашей карте. Хочу показать вам уникальное место. Мы, можно сказать, приехали в центр Сингапура. Здесь сосредоточены в одном месте очень много достопримечательностей. Самое высокое колесо обозрения в мире. Знаменитый отель «Мария Бэй», на крыше которого расположен самый высокий в мире бассейн, а также стадион на воде. И мост, по которому я иду, выполнен в виде модели ДНК. Этот мост, конечно, уникальный и потрясающий, потому что он сделан в виде молекулы ДНК. Да, очень, конечно, круто. Молодцы такие. Ребята, здесь в шопинг-моле «Мария Бэй» царит настоящая атмосфера Рождества. Нового года. Посмотрите, здесь даже как будто бы снег лежит, елочка, Дед Мороз. Сейчас мы тут спустимся. «Мария Бэй», «Мария Бэй», «Мария Бэй» «Мария Бэй». Возле шопинг-молла «Мария Бэй» огромный резервуар, сюда вода попадает, в общем, все стекает в эту дырочку. И люди стоят, кидают монетки и пытаются туда попасться внутрь. Посмотрите, какая здесь толщина стекла. Здесь, в общем, опять же, как и в Гонконге, как и в Токио представлены все люксовые бренды. А также есть очень необычное место, ну, то есть оно обычное, все о нем знают, это Луи Виттон. Но необычное это место тем, что это остров Луи Виттон. Бутик построен прямо на отдельном острове. Сейчас я вам покажу. Здесь, как и во многих любых азиатских странах, вот страшно любят Луи Виттон женщины. Почти у каждой девушки сумочка от Луи Виттон немного отталкивает. Не знаю, но когда у всех Луи Виттон, то это как-то уже не прикалывает. Посмотрите, прям посреди города огромные вентиляторы стоят. Они работают от солнечных батарей, сейчас мы подойдем поближе. Я бы не сказала, что так прям сильно будет. Ветерочек только слабенький, нормально. Все равно здесь как бы не говорили, что каменные джунгли, но очень много парков с деревьями. Вообще очень много деревьев. Так же, как и в Токио. В Токио тоже многие думают, что одни дома, одни постройки, ни одного деревца. На самом деле это неправда. В Токио тоже очень много парков, очень много деревьев, кустиков. Так же и в Сингапуре. Прежде в центре возле колеса обозрения гостиницы Marina Bay находится статуя Мерлеона, головая льва. Хвост Русалки – это символ Сингапура. Сделан изображенный шоколад, печенька. И все сюда приходят, чтобы сфотографироваться с ним. Посмотрите, с нашего берега прекрасно видны Сады Узалива. Это уникальный архитектурно-планшафтный проект. Мы создавали пять лет. Там очень красиво внутри. Сады Узалива – это один из самых узнаваемых фантастически красивых парков мира. Поражает воображение и переносит в вас другую реальность. Ну и реально такое впечатление, что вы побывали в фильме «Аватар». 18 гигантских деревьев из металла, бетона и стекла. В парке высажено более 200 тысяч растений. Созданы искусственные водопады, каскадные сады. Была установлена скульптура знаменитого художника Марка Куина. Такое впечатление, что гигантская статуя младенца подвисла в воздухе. Это невероятно просто. Колесо обозрения «Сингапур Флайер» было открыто для посетителей в 2008 году. И на данный момент оно является самым высоким колесом обозрения в мире. Мы прям стоим под колесом обозрения. Здесь такой мини-сад с рыбками. И вон там расположены ресторанчики, кафешки с недорогой едой, дешевой китайской. Можно вам рыбу кормить. Пора отнести его. Мы нашли симулятор самолета. Здесь можно почувствовать себя пилотом. Нас научит летать. Все это стоит недешево. Вот цены. Вот, в принципе, вот сюда вы заходите. И научитесь летать. Всем опять привет, ребята. Мы сейчас находимся в Малайзии. Да, вы не ослышались. Именно в Малайзии. Сейчас я вкратце расскажу вам историю, почему мы оказались в Малайзии. Мы вначале прилетели в Сингапур транзитом. Нашим странам без визы можно находиться до 96 часов. Мы думали, что нам Сингапур не особо понравится. Мы там побудем немножко. Нам этого хватит. Там три дня. И уедем дальше. Но нам оказалось мало. Трех дней. Мы решили себе сделать многократную визу. В этом нам помогло агентство. Сделали визу они быстро. Нам не нужно было никуда ехать. Я обязательно под моим видео оставлю ссылочку на компанию, которая сделала нам визы. Обязательно посмотрите, если кому-то нужна виза в Сингапур. Ребята просто молодцы. Но для того, чтобы остаться дальше в Сингапуре, нам нужно было пересечь границу из Сингапура. Нужно было просто куда-нибудь выехать. Здесь ближайшая страна, это Малайзия. Мы буквально за номерный час максимум доехали до Малайзии. Всего лишь час сезды. И мы в Малайзии. Это чудеса. Мы, конечно, прошли два паспортных контроля, но без проблем. Обилет на автобус стоил 3 доллара всего лишь. И назад мы сейчас подошли, спросили, сколько в Сингапур будет назад билет. Один доллар, еще дешевле. И мы въедем в Сингапур теперь с визами. У нас будет многократная виза. В 30 дней. В общем, очень клево. Здесь, конечно, все дешевле, но и грязнее в сто раз. Очень-очень грязный, запах такой, красивый. Мы, в общем, проходим и думаем, что это такое? Это как-то со яйцом. Почему оно в какой-то земле черное? Я так не поняла. Мы приехали в китайский квартал, который находится в Сингапуре. В общем, я не знаю, это огромная барахолка. Такого хватает, наверное, на все города. Ничего особенного. Шмотки, чурпотреб. И дешевая еда. Шмотки, чурпотреб. Что касается кухни в Сингапуре, так она, да, разнообразная. Потому что здесь многонациональная страна. Там китайцы, индусы, малайцы. У них перемешанная кухня. И вот известные общепитники, которые сейчас я вам покажу, они находятся по всему городу. Такие, знаете, как островки. Я бы не сказала, что там очень вкусно. И всегда присутствует какой-то запах левый, китайский. Знаете, как будто вот в Китае. Ну, потому что 75% здесь, конечно, китайцы. И кухня, соответственно, такая же. Какая слизистая еда, с запахом, куриные лапки. Я не знаю, вообще не привлекает кухня. Сегодня мы отправляемся на остров развлечений Сильтоза. Добраться до острова можно тремя способами. По суше, по воде и по воздуху. По воздуху, например, в кабинках. Еще на Сильтозу вы можете попасть пешком бесплатно. Вот такие эскалаторы поднимают вас. И я вдоль дороги выживаю. С одной стороны, в общем, дорога, а с другой стороны кораблики. Посмотрите, какие красивые. Сегодня Сильтоза – излюбленное место для отдыха жителей мегаполиса и, конечно же, туристов. Здесь есть все. Начиная от прекрасных пляжей до большого количества аттракционов. Также на Сильтозе есть Universal Studio. Сильтоза – своего рода азиатский Диснейленд, в котором будет интересно и детям, и взрослым. Морской музей, парк бабочек и насекомых, исторический музей восковых фигур. Ежедневно проходят различные шоу, попугаев, обезьян, белок, павлина, лазерное шоу музыкальных фонтанов, гольф, катание на лошадях, пони, спа-центры, отели, массажи, кинотеатры. В общем, все, что вашей душе угодно, есть на этом острове. И вам не хватит одного дня, чтобы все осмотреть. Ну что, ребята, буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось видео о Сингапуре. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok